Главу водоканала Каспийска задержали после массового отравления. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет по региону. Ранний Минздрав Республики сообщил, что с 19 по 27 марта в Каспийске госпитализированы с признаками кишечной инфекции 68 человек. Из них 61 ребенок. Предварительной причиной отравления могла стать питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям. Выехал навстречу и спровоцировал ДТП с двумя погибшими. Авария произошла на автодороге Махачкала-Верхний Гунип в Буйнакском районе. 72-летний местный житель за рулем Volkswagen Passat столкнулся с Kia Rio и Vaz 2107. Виновник ДТП и водитель Kia Rio, 29-летний махачкалинец, скончались на месте. По одному пассажиру обеих иномарок доставлены в больницу. С начала текущего года дагестанские таможенники изъяли более 7 килограмм наркотиков. Конфискацию проводили вместе с сотрудниками других правоохранительных органов. Возбуждены 8 уголовных дел. А вот за весь 2021 год таможенники изъяли более 30 килограмм наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. И было возбуждено 20 уголовных дел. Муфтия Дагестана выпустил книгу об имаме Шамиле на арабском языке. Это произведение подробно излагает события последнего периода деятельности имама на Кавказе и обстоятельства падения имамата. Абдурахман Иказик Кумуха, автор книги несколько лет, проживал в Калуге вместе с имамом Шамилем. Наиболее важная часть книги – рассказ о пребывании Шамиля и его семьи в России.